Так получилось, что в нынешнем первенстве принимают участие всего 7 коллективов. На предварительной стадии они сыграют между собой в один круг, после чего должна определиться четверка лучших. Ей затем с набранными очками и выявлять чемпиона. Турнир в этом году носит непривычное название, он приурочен к 75-летию Великой Победы. Команд меньше, чем в прошлом году, да и чемпиона в лице хворостянской звезды уже нет. Но от этого значимость соревнования меньше не становится, тем более здесь все скоротечно. Любая осечка сразу может отбросить тебя за пределы заветной четверки. А попасть туда наверняка хотят все из семи участвующих команд. В первом туре сошлись сразу же те, кто постоянно борется за медали. Сергей с Киникой из Большой Глушицы. Матч проходил на стадионе «Олимп» 15 августа и выдался очень непредсказуемым, как для тех, так и для других. На протяжении всей встречи словно красной нитью просматривалось отсутствие игровой боевой практики у футболистов. Многочисленные ошибки у своих ворот постоянно мешали Сергеевцам организовывать внятное нападение. Гости, они вышли на поле в форме желтого цвета, имели большой территориальный перевес в стартовые 45 минут, но воплотить его в забитые мячи никак не могли. У них также что-то сломалось в созидании. Денис Павлов, голкипер Сергеевска, в основном действовал на выходах и в игру вступал редко. И все же на 43-й минуте ему пришлось вынуть мяч из сетки. Максим Тукмаков нарушил правила в собственной штрафной площади и игрок Ники реализовал пенальти 1-0. Второй тайм начался с замен. Сергеевцы выпустили на поле сразу четырех свежих футболистов. Среди них ветераны Сергей Белов и Михаил Исаков. Они сразу оживили наступательную игру. Заблистал и молодой Александр Райфшнайдер. На 52-й минуте после подачи Николая Атаманенко 19-й номер Сергеевска точным ударом восстановил равновесие. Тут же Андрей Петров мог вывести Сергеевск вперед, но удар капитана пришелся в перекладину. Матч катился к ничьей, но на последних минутах случился настоящий взрыв. Сначала что-то невообразимое сотворил Александр Райфшнайдер. Он совершил слаломный проход и поставил красивый восклицательный знак. Через минуту Михаил Исаков попал в перекладину, а на последней минуте Ника ушла от поражения. Ничья 2-2, которая скорее как справедливый итог. Обе команды старались, однако и тем, и другим до максимальных кондиций еще очень далеко. В следующем туре Сергеевск отправится на выездки от Черкассы, где встретится с местным торпедо. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова